Доброе утро, друзья! Я сейчас нахожусь на площади Святого Петра перед собором. Но мы сегодня не пойдем в собор, и я не буду рассказывать вам о площади Святого Петра, а дам всего лишь совет, который поможет вам спланировать вашу поездку в Рим. Если вам повезет побывать в Риме в конце июня, считайте, вы попали на самый почитаемый праздник в Риме. 29 июня – праздник Святых Петра и Павла, покровителей Рима. В честь покровителей Вечного Города в этот день в Риме устраивают масштабные торжества. Праздничная месса проходит в соборе Святого Петра. На улице Кончеляционе, улице Примирения, выкладывают цветочные ковры и узоры, посвященные покровителям Рима, и называется это инфиората. А вечером над замком Святого Ангела обычно устраивают фейерверк. Два года подряд, 29 июня, гости Вечного Города заказывают у меня экскурсию, которая начинается с площади Святого Петра. И перед началом экскурсии у меня есть возможность снять для вас небольшое видео. Ну и, конечно же, мы с гостями Вечного Города перед экскурсией любуемся великолепными цветочными коврами, которые были созданы всего лишь за ночь. 28 июня, во второй половине дня, художники начали украшать улицу. Многие из них работали всю ночь, чтобы успеть завершить свои работы к 7 утра 29 июня. Итог их работ мы видим сегодня. И эти цветочные картины будут находиться здесь всего лишь один день. Тысячи туристов в этот день любуются картинами на улице Кунчеля-Цьони, а ближе к ночи их просто сметут с тротуара. Ковры из цветов поражают своей красотой и разнообразием. Они сделаны не только из лепестков цветов. В ход идут бутоны цветов, семена, стебли, бобы, шишки, древесная стружка. Все то, на что способна человеческая фантазия, чтобы создать необычные и неповторимые произведения искусств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Памятная фотография тех, кто работал над цветочными картинами в этом году. Субтитры создавал DimaTorzok С раннего утра перед Собором Святого Петра выстраивается очередь, чтобы пройти рамку металлоискателя и зайти в Собор Святого Петра на праздничную мессу. Вход в Собор запрещен в коротких шортах и юбках, и, конечно же, с открытыми плечами. Иногда бывают люди отстоят очередь, проходят через рамку металлоискателя, подходят к дверям Собора, а их не пускают, потому что их дресс-код не соответствует правилам. Я советую в сумочке иметь обязательно шифоновый шарфик, которым в нужный момент можно прикрыть плечи. Я жду моих ребят на экскурсию и продолжаю любоваться этой красотой и счастливыми лицами людей, для многих из которых увидеть такую красоту было неожиданностью. В Риме проходит очень много всевозможных мероприятий и праздников, и очень сложно отследить их и понять, как они празднуются и где. Ну а вы, дорогие друзья, теперь знаете, что если вы будете планировать поездку в Рим на конец июня, то обязательно попадете на праздник, посвященный покровителям Рима. И теперь уже точно придете к Собору Святого Петра. Из моих видео собирайте по крупицам информацию и советы, которые я вам даю, и они обязательно вам помогут в планировании вашей поездки в Рим. В Риме в утренние часы очень часто можно стать свидетелем свадебных фотосессий. Эта свадебная сессия сегодня совпала с инфиоратой на улице Кончилиацьони. Представляете, какие будут потрясающие снимки у них. Флористы и художники, которые работали сегодня над цветочными картинами, решили сфотографироваться с этой замечательной парой. 5 сентября 2019 года на площади Святого Петра была установлена скульптура «Неизвестные ангелы в натуральную величину». Работа канадского художника и скульптора Тимоти Шмальца. Скульптура посвящена 105-му Всемирному дню мигрантов и беженцев. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы оставить скульптуру на площади Святого Петра всего на одну неделю, а затем перенести ее в сады Ватикана. Но скульптура до сегодняшнего дня находится на том же месте, на площади Святого Петра, в окружении колоннады Бернини, обелиска и двух фонтанов-близнецов. Скульптура представляет собой лодку, которая перевозит иммигрантов и беженцев из разных стран в разное время. Насчитывается 140 скульптур иммигрантов. Их лица пронзительны, измучены страхом, болью и желанием избежать преследования войн, разрушений и эпидемий. Каждая фигура имеет свою историю. Автор сказал, что изображенные лица взяты с фотографий, и все изображенные здесь – реально существующие люди. Работа была вдохновлена отрывком из Нового Завета, в котором говорится «Не забывайте проявлять гостеприимство». Делая это, некоторые, сами того не зная, оказывали гостеприимство ангелам, посланникам Божьим. И именно в центре этой скульптурной группы мы находим крылья ангела. Находясь на площади Святого Петра, я целый час рассказываю гостям Вечного Города исторические факты и истории создания собора Святого Петра, площади, колоннады. «Мне кажется, если меня не остановить, я бы здесь и два, и три часа рассказывала о Ватикане, скульптурах, архитекторах и всех тех, кто приложил руку для создания площади и собора Святого Петра. Но у нас только пятичасовая экскурсия, и надо успеть показать еще и другие достопримечательности. Это я говорю к тому, дорогие друзья, чтобы вы не переживали, что пятичасовая экскурсия – это много. Со мной пять часов пролетает незаметно». Тем же, кто решил самостоятельно изучить Рим без помощи гида, советую не пропустить скульптуру Шмальца и рассмотреть ее в деталях. Не только эту скульптуру, но и весь Рим надо рассматривать в деталях, и тогда он раскроется перед вами совершенно по-другому. На днях на экскурсии ребята из Казахстана спросили у меня, как же перекладывают римскую брусчатку. Я, конечно же, все рассказала, как это происходит, но лучше всего все-таки показать. И поэтому в конце этого видео я вставляю кадры, как перекладывают римскую брусчатку. Каждый камешек, каждую усеченную пирамиду переворачивают и вручную забивают в подготовленную подушку. А я на этом, дорогие друзья, буду прощаться с вами. Не забывайте ставить пальчики вверх, если видео вам понравилось. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Делитесь видео с друзьями и, конечно же, приезжайте в Рим! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok